друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии предлагаю вашему вниманию сегодняшний мукбанг уралки сарафана который где-то только полчаса назад вышел у них на дзене ну что ребят давайте с вами обсудим некоторые очень интересные моменты да это первая часть моего обзора на их сегодняшний мукбанг ну что друзья мои жрачки доготовила уралка с сарафаном да да так давно не было у них ребята мучного ну так давно не было что сегодня решили приготовить пирог с картошкой и уралочка глядя друзья мои на этот пирог начинает уже просто ловить гастрономические оргазмы и говорит ой пирожок то какой ой хрустящий порог идет картошка смачная ой да чего же хрустящий пирог ну да друзья мои вы знаете я не знала что пирог должен быть хрустящим да ну собственно у уралки вечно все через одно место у нее пирог хрустящий правильно уралка чтобы на твоей вставной челюсти хрустела все хрустела да и говорит порог то идет какой от картошки смачной эх жаль обдушки не хватает сейчас бы уралка не дожидаясь того когда остынет друзья мои этот пирожок засунила бы его в рот обдушки а он бы стал помните вот так вот махать руками и открывать рот как рыба друзья мои не думая о том что можно либо подуть чтобы у нас тыл да либо собственно подождать пока еда остынет но кстати у них это семейная у них так делает не только обдушка но еще и сарафан это вот семейная действительно мазочков не хватает мазочков как говорится не хватает на то чтобы сделать какие-то элементарные действия ну или все-таки дождаться пока еда остынет и не хватать ее горячей себе в рот не закидывать далее друзья мои уралка хватает остатки вот этого пирожка запихивая тебе в рот и начинает тут же облизывать пальцы и мычать от удовольствия да демонстрирует нам еще одно блюдо и говорит ой ну тут исключительно овощи с мясом ну да картохи там друзья мои навалена целая мама не горюй вы знаете а вообще я хочу сказать ребят вы там успокаивайтесь не трепите себе нервы а то сегодня посидела почитала у себя в комментариях да и уралки в комментариях немножечко прошлась и там ой переживают так за уралку вот у нее она уже еле ходит она уже туда она уже сюда успокойтесь вы слышали что сказала это бабка гора находясь в теплице она сказала кто мы жрём а вы голодаете да и пусть она жрет это ее выбор вы не поняли это выбор взрослой бабки который под сраку лет ну да ну чё могу себе позволить так говорить но они же прибегают обзывают нас всякими разными словами точно так же как и уралка с сарафаном ну что ж ладно так вот друзья мои диета самое то вы знаете вообще молодец картоха с мясом картошка в тесте это вот я про сегодняшний еду хлеба нарубили где-то на четверых это те которые у нас не едящий хлеб ой да мы хлеб то и не едим почти ну да только он вечно нарублен друзья мои вот просто в огромных количествах короче садитесь жрать пожалуйста это примерно из этой же серии ну и уралочка друзья мои начинает рассказывать ой ой сафартик то ходил ходил бродил бродил так кусать хотел так хотел кушать ну да кому-то это интересно как сарафан в очередной раз хотел есть сарафан как же ты у нас поста держал а ну я в это вообще никогда не верила что сарафан может держать там какой-то пост когда он час без еды находиться не может ну а далее друзья мои еще одна начинает жевать и мычать да да в общем уралка мычит сарафан мычит все мычат от удовольствия знаете такое впечатление что находишься где-нибудь в каком-нибудь коровнике ну а далее а далее уралка начинает брать еду рассказывает про дождь который им помешал и сидит жрет не успевает ложку пытается подносит ее к рту и тут же роняет друзья мои опять на свою одежду уралку у тебя рот дырявый что ли у меня просто вопрос на засыпку но ты ни разу не села пожрать не дома нигде нибудь в кафешке не в столовке чтобы съесть нормально и чтобы у тебя изо рта что-то не вытащил у тебя дырявый рот ну зашивай свой рот я не знаю ребят но обратите внимание опять у нее летит опять она все роняет опять она смотрит вот так вот знаете поэтому у нее вся одежда ей надо слюнявчик обязательно слюнявчик как у маленьких деток чтобы она свою одежду не пачкала далее друзья мои закидывая рот в рот в свой пищеприемник огромный вы знаете уралка так широко рот открывала сарафан точно так же запихивали ложки прямо по самые гланды я даже испугалась думал сейчас не дай бог знаете что нибудь сделают еще не то вспомнили ребята вспомнили что уже месячишка прошел уже можно отметить за уралочка повод для того чтобы дерябнуть по писарику ребят помните я выкладывала этот прикол у себя в телеграм-канале так вот друзья мои до из тиктока так вот повод нашелся для того чтобы дерябнуть по писарику уралка говорит ой уже целый месяц прошел как мы обдугани отправили ну да уралочка есть что отметить опять же мотай на ус кто тебе подскажет как не малинка и говорит начали нам рассказывать как там обдушка проводит время друзья мои если вы думаете что обдушка там баклуши бьет это не так нет 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 ни в коем случае обдушка там не то что грызет гранит науки он там зачитывается читает буквально запоем не остановить его книги читает сарафан говорит уже почти все прочитал представляете ребята а я помню как обдушка читал книги вот так вот знаете ничего не понимал там допустим мама пошла туда вот так вот да то есть он вообще не понимал сути прочитанного но мы это все с вами видели прекрасно да кто то есть знаете читал как будто это была техника чтения да не прочтение книги для того чтобы понять суть изложенного в книге и так далее так вот оказывается оказывается уралка говорит ой ну да читает там под дедушкиным руководством это он тут хотел не хотел а там дедушка за ним гдит как он заставляет его читать и говорит давай внучок читай ну да а мы верим ребят а мы конечно же в это верим естественно ребята ну начнем с того что дед не справившись с этим обдушкой полтора года назад да сказал своему сыночку сарафану так а ну-ка забирай его нафиг отсюда у нас достал уже нам с ним не справиться он просто неуправляемый мы помним все с вами прекрасно как где-то месяц тому назад не успел обдушка только прилететь туда в кишлаг в таджикистан да как дед уже звонил и жаловался сарафану по поводу того что помните обдушка там самовольно уходит приходит потом звонил деду чтобы дед его забирал приезжал когда значит его там никто не взял да и все на велосипедах уехали короче друзья мои я вот в эти сказки не верю от слова совсем для обдушки дед там не авторитет ни капельки я вот верю в то что дед с ним не мог справиться и возможно действительно еще и по этой причине одна из причин по которой его сюда пришлось забрать потому что ну не могли уже справиться с этим пацаном но уралка говорит что конечно же конечно же они вот вот он тут нас не слушал да а вот там дедушку он прямо слушает ну да он тут и уралку то ни во что не ставит но сарафана он по крайней мере хотя бы боится далее далее друзья мои уралка говорит ой он молодец все что задали то и читает уралочка срочно надо найти какую-нибудь медальку можно шоколадную можно пока вам из дерева какую-нибудь да там сделать какую-нибудь такую можно из картона собственно соорудить и когда обдушка приедет обязательно повесить ему эту медаль на грудь но друзья мои дальше были ягодки ягодки начались ягодки самые настоящие ребята то что дальше рассказывала уралка с сарафаном мне захотелось дайте взять чего-нибудь тяжелое как дать этой бабки по башке чтобы она уже перестала трындеть всякую ерунду они начали рассказывать про этот кадетский класс который идет обдушка это кадетский класс да а вот вот гляди пойдет может быть будет военным ну да будет будет конечно же будет далее далее мы уже эти моменты тоже обсуждали и значит уралка рассказывает хлебает сарафан вот это вот знаете вот это вот это ужас какой-то это просто слушать невозможно а уралка рассказывает вот говорит даже на собрании говорит да на котором уралка никогда не была обдушку говорит так хвалили так хвалили и не просто так ему дали медаль за стремление к учебе мальчику из другого государства за стремление к учебе эко как он учился ты дура это у меня вопрос на засыпку но я знаю ответ на этот вопрос но ты дура у тебя не все дома может быть а алё гараж медальку ты правильно сказала медальку дали ты знаешь нашим детям которые как раз таки первый класс да у них был первый первый класс закончили перешли во второй класс им тоже всем выдали по медальки которая вообще ничего не значит представляешь еще грамоты выдают и так далее за хорошую учебу за стремление к учебе да всем выдают всем а он как раз таки закончил у тебя начальную школу его стремление уралка мы не забудем он два года у вас отсидел в четвертом классе что ты мелешь какую медальку 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 и дали из картона из дерева могли бы шоколадную дать да было бы больше толка хоть бы сожрал бы ее тогда ребят такую хер несет она даже не понимает что детям всем выдают и в первом классе всем выдают и четвертый класс дети заканчивают да это заканчивается начальная школа всем выдают это формальность это ничего не значит уралка медаль может быть только одна когда заканчивают школу да опять же и к этой медали вот эти медальки правильно ты сказала никакого отношения вообще не имеют поэтому лучше жри дальше жри лучше займите свой род чем-нибудь вместо того чтобы нести херь в которой ты вообще не разбираешься вот сразу видно что нет у нее детей вообще своих от слова совсем потому что если бы у нее были дети свои да она бы знала где и как и что происходит а что дают грамоты за хорошую учебу да за стремление к учебе за какие-то там за активную жизненную позицию да там за активное участие там жизни школы класса и так далее и тому подобное это формальность это просто для того чтобы просто так скажем вот 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 формальность да вот все ребят она даже элементарных вещей не понимает то есть представляете да вообще человек ничего не понимает она считает что ему выдали медальку как она говорит мальчику из другой страны за стремление к учебе какой учебе он два года просидел в четвертом классе тупое еще тупее не надо не рассказывать химики вот а если бы вы мы туда не собираемся в кишлак а его сюда за штаны никто не тащил мог бы жить и учиться у себя в кишлаке еще раз хочу сказать он не беженец он сюда приехал по своему желанию поэтому обязан здесь учиться а то что ему выдали медальку так всем выдавали эти медальки и грамот поэтому уралка закрою же свой свою лавочку действительно лучше жри а мне понравился момент когда она начала рассказывать как она любит вот эти вот кости обгладывать и он говорит чё-чё ты любишь она говорит обгладывать кости но не обсасывать же почему не обсасывать так сосешь их и сама говорила да помните как про леденцы торговом центре щасать не пересосать а тут вдруг сосать нельзя ребят я в шоке да только гладать можно но смешно честно вообще уже смешно я вот смотрю на эту пару дегенератов и понимаю насколько они вот смешны им действительно лучше держать рот на замке чтобы не выглядеть еще более смешными знаете вот для для кого-то действительно молчание золото это как раз таки их случай да пойдет он в кадетский класс будет он военным ага ага уже был вундеркиндом уже был ломоносовым уже был капитаном дальнего плавания а в итоге как был собственно вот этим дикарем так и остался как ничему не научился за два года даже хождение к репетитору и те ничего не дали если они вообще ребят были потому что про то как он ходил к психологу да и к невропатологу мы это слышали один раз сходили на этом все в общем живут исключительно нашими с вами советами и словами а вот а если там позвонят сказал сарафан и скажут не пускайте этого мальчика в кадетский класс на это на наши зрители это зрители других она никто их слушать не будет ребят у меня нет слов у меня просто нет слов одни буквы трендец вот такой обзор продолжение следует это первая часть моего обзора на сегодняшний мукбанк который вышел полчаса назад уралки у сарапана всех целую обнимаю всем пока пока и и и и